Здравствуйте, ребята! Начинаем урок математики. Тема урока – сочетательный закон сложения. Ребята, запомните, математика любит внимательных людей. И я уверена, что вы были очень внимательны при выполнении домашней работы. Давайте мы ее с вами проверим. Откройте тетрадки. Проверяем примеры номер 8 на странице 7. Итак, каждый из предложенных вам примеров, ребята, содержит действие, записанное в скобках. Итак, первый пример. Сумма чисел 210 и 40 равна 250. Вычтите этот результат из числа 430. Сравните ответ. Следующий пример. Разность чисел 350 и 110 равна 240. Вычитаем этот результат из числа 640. Ответ 400. Следующее выражение. Сравните результат. Я уверена, что вы все прекрасно выполнили эту работу. Проверим задачу. Вам была предложена задача про арбузы. С первой грядки собрали 130 арбузов. Со второй грядки мы не знаем точно количество собранных арбузов, но можем узнать, потому что с двух грядок собрали 240 арбузов. Вы также записали краткую запись. А главный вопрос в этой задаче. Нужно сравнить, насколько больше арбузов собрали с первой грядки, чем со второй. Решение. Сначала вы узнали, сколько арбузов было собрано со второй грядки. Проверим. 90 арбузов. Теперь, когда мы знаем, что со второй грядки было собрано 90 арбузов, а с первой 130, мы можем сравнить эти два числа. Вычитаем меньшее количество из большего. Результат 40 арбузов. Давайте проверим, как вы записали выражение. Из 130 вычесть разность чисел 240 и 130. И проверим запись ответа. На 40 арбузов больше было собрано с первой грядки, чем со второй. А теперь разминка, ребята. Возьмите в руки ручки. Посмотрите, какой чудесный листопад у нас сегодня. Вам нужно расположить все числа, записанные в листочках, по порядку. Подумали? Давайте посмотрим, что у нас получилось. 12, 66, 113, 234, 317 и 488. А теперь я попрошу вас найти сумму первого и последнего числа, то есть тех чисел, которые записаны в зеленых листочках. Что у нас получилось? 12 плюс 488 равно 600. Какое число мы получили, ребята? Круглое. А как удобнее было бы посчитать? Конечно, вы помните, удобнее прибавлять меньшее число к большему. Что мы сейчас с вами сделали? Мы поменяли местами слагаемые. Изменилась ли сумма, ребята? Нет, сумма осталась прежней. О чем мы сейчас говорим? Правильно, мы говорим о переместительном законе сложения. Давайте рассмотрим, как он выглядит на схеме. Нам предложены отрезки. Отрезок А и отрезок Б. Тогда сумму длин этих отрезков можно записать в виде буквенного выражения А плюс Б. Если же мы поменяем местами эти отрезки, то сумма длин этих отрезков будет записана в буквенном выражении Б плюс А. Важно заметить, ребята, что сумма длин этих отрезков будет одинакова. Возьмите ручки, запишем формулу. А плюс Б равно Б плюс А. Записали? Тогда поговорим о теме урока. Сочетательный закон сложения. Давайте рассмотрим следующий случай. Вам предложено найти сумму трех слагаемых. 234, 317 и 113. Давайте считать. Мы считаем по порядку слева направо. Правильно, ребята? Давайте посчитаем сумму первых двух слагаемых. Сложите сотни, десятки, единицы. Я уже посчитала. У меня получилось число 551. Теперь к этому результату прибавьте число 113. Складываем сотни, десятки, единицы. И сравните с моим ответом, 664. Ребята, легко ли вам было сейчас считать? Нет, конечно, нелегко. Вы испытывали некоторые трудности. Потому что нам очень трудно еще считать в уме сложение трехзначных чисел. Правда, ребята? Вот в этом случае уместно использовать сочетательный закон сложения, который гласит так. Если в примере даны несколько слагаемых, то можно посчитать сумму двух слагаемых, сложить их между собой, а потом к результату прибавить оставшиеся слагаемые. То есть можно группировать, ребята. Я предлагаю вам вот такой вариант. Давайте рассмотрим такой вариант, ребята. Посмотрите на второе слагаемое. Оно содержит 7 единиц. Давайте посмотрим на третье слагаемое. Оно содержит 3 единицы. Итак, мы сейчас с вами понимаем, что при сложении этих двух чисел мы можем получить круглое число. Правда? Давайте попробуем сложить эти два числа. И ответ равен 430. Теперь нам нужно число 430 прибавить к числу 234. Складываем сотни, десятки, единицы. В этом случае нам легче было, правда, подводить подсчеты, так как сочетательный закон сложения значительно ускоряет выполнение действия сложения. Давайте рассмотрим сочетательный закон сложения на схеме. Нам предложены отрезки. Отрезок х, у и з. Нужно найти сумму длин этих трех отрезков. Я предлагаю такой вариант. Сначала мы найдем сумму длин отрезков х и у, а затем к результату мы прибавим длину отрезка з. Тогда мы можем записать действие сложения длин этих отрезков в виде буквенного выражения. К сумме х и у прибавить z. Можно пойти другим путем. К длине отрезка х прибавить сумму длин отрезков у и з. Тогда мы получим такую запись. К х прибавить сумму у и з. Важно заметить, что границы суммы длин этих отрезков одинаковы. Давайте возьмем ручку и запишем формулу. Запишите. К сумме х и у прибавить z равно к х прибавить сумму у и з. Записали? А теперь, чтобы закрепить полученные знания, мы поработаем над решением примеров 2. Записываем примеры 2 на странице 8. Запишите первое выражение. 120 плюс 80 и плюс 20. Ребята, подумайте внимательно и скажите, какие слагаемые могут быть удобными для сложения? Правильно. Здесь два варианта. Удобно сложить число 120 и 80, но также удобно сложить число 80 и 20. Я выберу первый вариант. Записываем. К сумме чисел 120 и 80 прибавим 20. Найдите сумму в скобках. Она равна 200. Прибавьте к числу 220 и запишите ответ. Готово? Записываем следующее выражение и сразу глазками находим, где у нас удобные слагаемые. Совершенно верно. Это число 140 и 60. При сложении этих чисел мы можем получить круглое число. Мы это уже видим. Запишем в скобках сумму 140 и 60. И к этой сумме прибавим оставшиеся слагаемые 90. Просчитываем в скобочках. Находим сумму. Она равна 200. Убеличьте это число на 90. Записываем ответ. Ребята, сегодня очень интересная тема. Я предлагаю провести соревнование. Девочки записывают два примера из второго столбика, а мальчики записывают два примера третьего столбика. Записали? Итак, девочки, начинаем работать с вами. Проверяем. 220 плюс 460 и плюс 40. Я думаю, что вы уже нашли удобные слагаемые. Правильно. Это 460 и 40. Запишем выражение. К 220 прибавить сумму чисел 460 и 40. Находим эту сумму. Сумма равна 500. Прибавьте к числу 220 и сравните результат. Второе выражение. Мы уже видим с вами два числа. 350 и 50. При сложении этих чисел получим круглое число. Запишем в скобках. Сумму чисел 350 и 50 увеличим на 170. Сумма равна 400. Увеличьте на 170. Запишите ответ. Мальчики, работаем над вашими примерами. 530 плюс 120 и плюс 70. И я думаю, вы все правильно нашли удобные слагаемые. Это число 530 и 70. Так как при сложении этих чисел получим круглое число 600. Увеличим его на 120 единиц и запишем ответ 720. И еще одно выражение. 280 плюс 320 и плюс 210. Удобные слагаемые. Это 280 и 320. При сложении этих двух чисел мы получим круглое число 600. Увеличим его на 210 единиц и запишем ответ 810. Итак, ребята, сегодня мы поработали над сочетательным законом сложения. А сейчас запишем задачу номер 5 на странице 8. Нам предлагается составить задачу по рисунку и решить ее. Рассмотрите рисунок, ребята. Что вы видите на рисунке? Правильно, вы видите корзины с яблоками. Все ли корзины, ребята, одинаковые? Нет, они не одинаковые. Есть большие корзины, есть маленькие корзины. Сосчитайте, сколько больших корзин? Их три, а маленьких? Их четыре. И нам нужно узнать общий вес всех корзин с яблоками. Но нам даны еще масса большой корзины. Она равна 9 килограммам. И масса большой и маленькой корзины. Она составляет 15 килограмм. Ребята, вы помните, что такие задачи нам удобнее записывать в таблице. Поэтому возьмите линейки, карандаши и подготовим таблицу. В первом столбике запишем масса одной корзины. Во второй столбик запишем количество корзин. В третьем столбике записываем общая масса. И еще обозначите две строки. В первой строке мы будем записывать данные, которые относятся к большим корзинам. Во второй строке мы будем записывать данные, которые относятся к маленьким корзинам. Итак, что нам известно? Мы знаем массу большой корзины. Она равна 9 килограммам. Знаем ли мы массу маленькой корзины, ребята? Нет, не знаем. Поэтому обозначим вопросительным знаком. Вопрос килограммов. Зато мы знаем общую массу одной большой и одной маленькой корзины. Запишите. Она равна 15 килограммам. Что еще мы с вами знаем? Мы знаем, что больших корзин было 3, а маленьких было 4. Общую массу мы пока не знаем. Обозначим вопросительным знаком общую массу всех больших корзин, общую массу всех маленьких корзин. И запишем главный вопрос задачи. Нужно найти, сколько всего весят все корзины с яблоками. С чего мы начнем, ребята? Правильно. Сначала мы должны узнать массу одной маленькой корзины. Запишите решение. Из 15 нужно вычесть 9 массу большой корзины. И мы уже с вами посчитали. Запишем ответ. 6 килограммов масса маленькой корзины. Теперь мы можем узнать массу всех больших корзин. 3 корзины по 9 килограмм каждая. Правильно. 9 умножить на 3. 27 килограммов масса трех больших корзин. А сейчас мы посчитаем массу всех маленьких корзин. Их 4. И каждая из них весит 6 килограммов. Совершенно верно. 6 умножить на 4. Записали. Посчитали. Пишем ответ. 24 килограмма масса четырех маленьких корзин. Мы знаем массу всех больших, всех маленьких корзин. Мы сложим эти величины. Посчитали. 51 килограмм общая масса. Запишите ответ. 51 килограмм яблок собрали в саду. Ребята, сегодня на уроке мы вспомнили переместительный закон. Мы поработали над сочетательным законом. Если вы поработали отлично, нарисуйте у себя зеленый листочек в тетради. Если вы поработали хорошо, желтый листочек. А если вы считаете, вам еще нужно поработать, нарисуйте красный листочек. Итак, домашнее задание. Первое задание – это примеры номер шесть. Задача номер семь. Желаю вам творческих успехов. Урок окончен. До свидания. Неважно, имеешь ли ты образование. Или прямо сейчас изучаешь основы будущей профессии. А может, уже имеешь успешный опыт в бизнесе. Стать программистом никогда не поздно. Ведь именно технологии дают безграничные возможности для самореализации и развития бизнеса. Сегодня у тебя есть уникальная возможность изучать программирование бесплатно. Стать одним из миллиона программистов Узбекистана и сделать программирование достоянием нашей страны. One Million Uzbek Oders. Стань обладателем профессии будущего. Hello, everyone. I am Miss Tahmina and I am your English teacher. Welcome to our lesson for the third grade. Our new theme for today. My mom is a teacher. It's unit one, lesson two. My mom is a teacher. Good. Now, children, let's repeat our last lesson and listen and listen an English song. Numbers one to twenty. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Good job. Repeat numbers. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Now, do you remember this task? You need find the word and the number. Let's begin. One, two, three, four, five, five, six, seven, eight, nine, seventeen, fifty, eighteen, eighteen, nine, twelve. 10, good, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20, good. Now remember the members of family. Grandmother, grandfather, father, mother, brother, sister, uncle, aunt, cousin, cousin, grandmother, бабушка, grandfather, дедушка, mother, мама, father, папа, brother, брат, sister, сестра, uncle, дядя, aunt, тетя, cousin, двоюродный брат, cousin, двоюродная сестра. Good. So, I have, у меня есть. Do you remember? I have, у меня есть. I have two sisters and one brother. У меня есть две сестры и один брат. Good. Continue. I have three sisters and two brothers. У меня есть три сестры и два брата. I have three sisters and two brothers. Good. Now, let's remember. You have three brothers. Good. He or she has four sisters. Вы помните, что с he или с she употребляется у нас глагол has? Правильно. Молодцы. We have five cousins. Good. You have eight cousins. They have six apples. Good. Now, children, let's have a rest and let's remember our son. Давайте отдохнем. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am. Here I am. Here I am. How do you do? Our new thing. My mom is a teacher. Моя мама – учитель. Good. Listen to the song about jobs. А теперь давайте послушаем песню про профессии. Let's repeat. a teacher, a director, a driver, a secretary, a farmer, a fireman. Good. a housewife – домохозяйка, a cook – повар, a pilot – летчик. Выражение my dad is мы можем сократить как my dad's. For example, my dad's pilot. a pilot. Мой папа летчик. My dad's a doctor. My dad's a doctor. My dad's a doctor. or my dad's a pilot. Good. Now, do this task. Ask and guess. Good. For example, you can ask me. Are you a doctor? No, I am not a doctor. Are you a teacher? Yes. I am. I am a teacher. Good. So, repeat. Are you a doctor? No. Are you a teacher? Yes. Good. Now, the next task. Write in alphabetical order. Давайте напишем слова, найдем слова в алфавитном порядке. Farmer, pilot, driver, doctor and cook. I give you one minute. Good. Good. Cook, doctor, driver, farmer, pilot. Good. Very good. Repeat after me. Cook, doctor, driver, farmer, pilot. Very excellent. Now, the next task. You need write these words in alphabetical order. Good, doctor, farmer, fireman, pilot, driver and teacher. And your homework. Exercise one. Tick the correct answer. Отметьте правильный ответ знаком птичка. Now, children, our lesson is over. I wish you good luck and goodbye.